Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Сегодняшнее видео я назвал «Евангелие от Дериенко». Дело в том, что в Ярославле живет и руководит церковью епископ Дериенко, один из заместительных епископа Риховского в союзе РосХВЕ. И как-то вот недавно, буквально, может быть, не совсем недавно он выставил видео, отчет о поездке в Мариуполь. Он ездил в Мариуполь. И я хотел бы сегодня поговорить с вами о морально-этической, ну и о духовной составляющей этого визита и этого выступления, ну, чтобы мы имели свой взгляд на то, что происходит, в том числе и в этом союзе, и с этими епископами. Он сделал, Андрей Дериенко сделал очень много фото, много видео, разбомбленный, разрушенный город. Вот. И первое, с чего он начинает, он начинает заявление о том, что все, что говорят по телевизору, это правда. Я увидел, я побывал. Вот. Все, что говорит пропаганда, все это, все это вот я подтверждаю, да. До приезда Дериенко город жил своей жизнью. Там не было этих ужасных домов, там не было разрухи, там люди жили, работали, любили друг друга, растили своих детей, ухаживали за своими близкими, родными. Были проблемы в Мариуполе? Да, наверное, были, как в любом другом городе, в любой другой стране, как и у нас тоже с вами, везде все бывает. Я хочу, чтобы вы увидели, как вот мы дадим описание, в описании ссылочку на видео, где один брат разбирает все, все вот это вот. Я не буду даже разбирать, мне просто не хочется это все, но у человека борется душа за свой город, и он разбирает вот этот визит. Вы сможете посмотреть это все, ссылочка будет в описании к нашему видео. Все построено, ну вот банально, буквально на лжи, на пиаре и на банальных приписках, в том числе и на финансовых. Я понимаю, что, наверное, люди из церкви собирали пожертвования, и вот перед ним он отчитывается, показывает эти фотографии, показывает дома, на которых там на воротах или на стенах надписи, здесь дети, ну, мариупольцы просили, чтобы не бомбили их в мирный город, чтобы не стреляли из танков, из пушек, вот. До приезда Дериенко, опять же, я скажу, люди жили нормально, люди жили хорошо, и это все понимают, все знают. И вот это вот вся эта пиарщина, вся вот эта приписки, вся эта ложь, все это построено, конечно, по модели государственной, вот с которой, наверное, господин Дериенко берет всю эту систему. Он показывает и рассказывает, вот наши миссионеры начали революционный центр, но до его приезда там было много революционных центров или центров, там много было работы велось, и выдавать чужое за свое, это настолько низко, настолько, ну, я не знаю, люди говорят, куда еще падать. Наверное, есть куда падать вот таким людям, которые движимы своими какими-то целями, вот, показывают там одну корову, вот-вот корова сохранилась, она молочко дает, и мы там привезли, чем-то помогли. Слушайте, друзья, все знают, что до приезда Дериенко там были сотни на коров, там были овцы, там были козлята, там было огромное хозяйство, которое кормило не только революционные центры, но и детский дом, один из самых известных, в том числе и в нашей стране, потому что ребята делали велопробег тогда в рамках проекта «Украина без сирот», «Россия без сирот», они проехали и нашу страну, проехали Европу, проехали США, проехали много стран и континентов. И до приезда Дериенко там все было, ни одна корова, которая вот чудом осталась жива, и он показывает источники с водой, там ключ какой-то бьет, вот воду мы тут сделали. Да 25 лет назад Геннадий Махненко сделал этот ключ со своими руками и приписывать себе чужое, там много вот этой лжи, вот этой неправды, мы привезли семена, да до вас там, до Дериенко там выращивали огромные поля, выращивали столько продуктов, что хватало очень-очень-очень многим. Мы привезли там какой-то блок, вот этот, знаете, как пашут этими блоками, мотоблок, да, и еще что-то там, там было много тракторов, больших тракторов, которые до приезда Дериенко пахали, работали, и потом все это разграбилось. Знаете, что это напоминает, дорогие друзья? Это вот украли на тысячу, разворовали, разграбили на тысячу, а привезли на пятак и хвалятся на весь мир. Причем, ну вот так бахвально это все выглядит. Вот мы, мы, я, я и... Господи, а куда все подевалось, куда скромность, откуда это все лицемерие? Мы привезли, мы помогли, да до твоего приезда, Андрей. У людей, люди жили хорошо, у людей была вода, у людей была пища, у людей была работа, у людей было все. У них не было вот этих домов, которые ты сегодня показываешь. Ты съездил, ты посмотрел, все правда. Конечно, венцом, наверное, всего выступления его, вот его отчета в церкви, где он говорит, мы с братьями из Единой России. Это школа, и здесь вот наши братья, они с Единой России устроили столовую. Не с братьями из церкви, не с братьями, которые построили этот революционный центр, который отжал уже себе и говорит, мои миссионеры, наши миссионеры. И все хозяйство это, и там огурцы он какие-то привез, там семена или еще что-то. Все было, и в сотни, в тысячу раз больше всего было до твоего приезда. И вот так вот выдавать чужое за свое, ну это какое-то бесстыдство. Просто вот даже в мире люди так не поступают. Потому что в мире сразу заклемят и скажут, слушай, ну это ж не твое, ну зачем ты так говоришь, это же воровство все. Друзья, ну хоть капелька совести должна же оставаться еще в служителях, которые не просто пастырями себя называют, а называют епископами еще. Да уж воистину, грабанули на тысячу, еще раз повторюсь, а на пятак привезли, нате вам, пейте водичку из бутылочек, нате, то и другое еще. Все это идет, я понимаю так, я знаком с этой системой, они собирают следующие пожертвования, собирают следующие деньги. Мы не знаем, как они проходят, не проходят где-то, или это вот так вот. Потом все это выдается вот за великого, такого труженика, за его великую работу. Как за свою? Мы начали, мы привезли, мы сделали. Да лучше бы не грабили, лучше бы ничего не разрушали, господин Дериенко. Мы должны понимать, что большинство, вот сегодня в России, я смотрю, много общаюсь с пастырями, звонят, пишут. Я понимаю, что большинство сегодня вот просто уже, вот просто по горлу уже не хотят быть с этими старыми структурами, не хотят быть вот с этими, или с этим союзом, РосХВЕ. Иногда спрашивают, ну что-то вот РосХВЕ, РосХВЕ. Я был там, я знаю просто эту систему. Наверное, кто-то из других союзов расскажет про свои там трудности, проблемы. Но все больше и больше людей понимают, что надо выходить из этих союзов, из этих жестких вертикальных пирамид, где все построено на деньгах, на лжи, на пиаре, на этом жирном, откорленном «я», который вот «я», «я», «я привез», «я сделал», «я там это», «я там то». Ну, молодец, молодец. Может, грамоту дадут из какой-нибудь администрации, а может быть, даже и медальку повесят. Знаете, есть очень хорошая пословица. Я все хочу сделать видео на эту тему. У меня есть друг, собирает, коллекционирует медали, ордена. Я видел его коллекцию, огромная такая. Но я вспоминаю всегда старую такую пословицу советскую «молчи, дурачок, получишь значок». И вот за эти значки, за эти грамотки они трудятся, гуд, обманывают. И единственный выход, друзья, я говорил много уже и буду повторять об этом, это отношения горизонтальные. Горизонтальные отношения, построенные на любви Христовой, на поддержке друг друга, взаимопомощи. Эти отношения я вижу только через альянс, через альянские отношения, где нет вот этой вертикали власти, где вся работа строится в сетях. Вы можете набрать в интернете Всемирный Иванычеркий Альянс, посмотреть, сколько сетей работает в альянсе. У нас есть шанс сегодня возвратиться к тому, что было 100-200 лет назад. Все это начиналось с лорда Редстока, который был представителем Всемирного Альянса, который трудился здесь, Пашков или Пашков, как некоторые говорят, и многие другие. Работа среди молодежи, среди студентов. Тот же Проханов, последний, наверное, был из представителей альянса здесь. И мы сегодня продолжаем этот труд, продолжаем вместе. Я приглашаю всех еще и еще раз. Зайдите на наш сайт, наберите Национальный Ивановский Альянс или Евангельская Среда. Мы действительно строим альянс на базе среды, на базе сетей. Потому что любое служение, оно и называется сетью в современном мире. И все это работает. Может быть, вы смотрели наше видео, немножечко сами читаете, изучаете, что работает на основе блокчейна. Я не буду сегодня много говорить об этом. Просто еще раз и еще раз хочу сказать. Друзья, будьте внимательны. Мы живем в интересные времена, в тяжелые времена, в сложные. И для кого-то, может быть, очень простые. Но хочу сказать одно. Мы должны оставаться людьми. Но мы не должны лгать. Мы не должны заниматься этими приписками, пиаром. Господь сказал, наш Спаситель сказал, кто хочет быть первым, будь последним. Служи. Служи. Ну, зачем ты обманываешь? Зачем ты всю эту ложь везде проецируешь? Ну, до твоего приезда, до всего, до твоих вот этих пятикопеечных подачек, город жил счастливо. Люди жили и строили свою жизнь. Благослови всех нас, Господь. Боже, и дай покаяние Дериенко и прочим вот этим руководителям, которые стали первыми в этом союзе Росхвоя. Если еще возможно, спасите души, Господи, во имя Иисуса Христа. Благословляю всех. С вами был я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, раскидайте это видео по своим соцсетям. У каждого есть свои соцсети. Мы должны сохранить это, чтобы, когда придет другое время, оно скоро придет, наверное, чтобы эти люди получили свою награду за те бесчинства, которые они творят. Не вместе с братьями, с братьями-христианами, с братьями из церквей, которые в Мариуполе, а вместе с братьями из одной из партий. Пусть-пусть даже это Единая Россия. У него, видать, уже братья там, они среди христиан, не среди народа Божьего. С Господом храните себя.